Выбор темы для очередной лекции. Поговорим мы сегодня об ультразоковой диагностике кист-почек. Связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, это вопросы рейтинга. Если посмотреть статистику моего канала, то самое популярное видео – это лекция по УЗИ почек. И я хотел сделать очередное видео по какой-то одной узкой теме, по одной нозологии. И выбор полна кист и почек. А второе обстоятельство – это социальная значимость. Пациенты с кистами почек приходят к нам каждый день, и они задают одни и те же вопросы. А может ли это быть не киста, а рак? А может ли киста в будущем превратиться в рак, то есть малигнизироваться? Может ли она лопнуть? До каких размеров можно наблюдать за кистой? А при каких размерах требуется уже операция? И так далее. Плюс к этой озабоченности подливает еще масло в огонь, скажем так, многочисленные медицинские сайты, которые очень подробно описывают методы лечения кист, пункцию или пароскопическое иссечение, но очень мало внимания удивляют показаниям к операции. Если мы откроем любое современное руководство по урологии, то мы прочитаем, что подавляющее большинство кист не требует никакого лечения. И лишь в исключительных случаях требуются пункции либо иссечения кисты. И большинство наших пациентов мы можем спокойно отпускать домой. И обычно я в конце консультации говорю фразу, что киста почек – это естественный признак старения организма, как седые волосы, и никакой опасности ваша киста не представляет. Кисты есть у большинства людей в вашем возрасте, и вы можете спокойно с ней жить, раз в году выполнять УЗИ, если есть такое желание. Но по большому счету эти кисты даже не требуют наблюдения в большинстве случаев. Но чтобы так говорить, конечно, надо очень четко понимать, какие заболевания сопровождаются образованием кист, какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику. То есть мы должны четко понимать весь спектр заболеваний, который сопровождается наличием кист почек, и вы видите, что у нас достаточно много будет сегодня материала. А вторая задача, она более прикладная, практическая. Мы должны научиться отделять те кисты, которые мы видим при УЗИ, которые не требуют никакого внимания, от тех кист, которые требуют дообследования, и стандартное обследование более детальное по поводу кисты – это компьютерная томография с контрастированием, как показано на этом слайде. Ну и, собственно говоря, если уж мы сразу уже перешли к картинкам, давайте обратим внимание на левое изображение. Здесь показана типичная простая киста. Признаки ее очевидны. Это почти идеально круглая форма. Неопределяемая стенка. То есть в норме стенка простой кисты не должна быть больше одного миллиметра. Анохогенное содержимое. И дорсальное усиление. Мы видим, что ниже кисты ткани выглядят более эхогенными. И еще одно изображение, которое я хочу привести, это руководство по урологии Дональда Смита, которое сейчас называется «Смит и Танаго». Это 19-е издание 2020 года. Вы видите совершенно потрясающий дизайн обложки. Если бы я увидел эту книгу в продаже где-то в магазине в бумажном виде, я бы не задумываясь бы ее купил, просто из-за внешнего вида поставил бы на полочку и гордился. Безупречный дизайн, я считаю, для книги. Но что мы видим внутри? Мне пришлось просмотреть несколько руководств по ультразвуковой диагностике и по урологии, потому что тема достаточно узкая. И не во всех изданиях она освещена подробно. И я обратил внимание на эту иллюстрацию. Иллюстрация – это нефротомограмма. Что такое нефротомограмма? Это исследование, которое еще в годы моей учебы в институте представляло исключительно исторический интерес. Проводилось оно в 60-х годах, требовало специального оборудования. По сути, это экскриторная урография, но выполняемая с такими сухищрениями. Смысл нефротомограммы в чем? Во время выполнения снимка происходит движение как кассеты с пленкой, так и рентгеновской трубки в противоположном направлении. И в итоге ткани, которые расположены выше и ниже заданного среза, они, скажем так, изображение размазывается. Мы получаем четкое изображение только одного слоя. Вот этот слой как раз и здесь показан. Это киста верхнего полюса правой почки, которая очень неплохо видна. Но в любом случае лучше, чем при обычной компьютерной томографии. Я думал, что в тексте будет какое-то пояснение, почему этот метод, почему эта иллюстрация здесь присутствует в 2020 году. Но не нашел. Меня этот вопрос заинтересовал. И у меня очень большая коллекция литературы по урологии на работе. И я вот не поленился. Нашел 11-е издание урологии Дональда Смита, которое было выпущено еще в 1984 году. И вы видите здесь та же самая иллюстрация. 36 лет назад выпущена эта книга. И вот с 1984 года по 2020 из издания в издание это изображение кочует. Вот такой вот интересный факт. Не только в нашей стране люди ленятся. Но и вот видите, в Америке тоже не особо заморачиваются в отношении актуальности своих иллюстраций. Ну и собственно, переходя к классификации кист, мы понимаем, что есть простые кисты и сложные. Или типичные и атипичные. Но на самом деле ситуация сложнее. И посмотрите на вот эту классификацию 1987 года. Классификация ВОЗ официальная, которая действует сегодня. В ней выделяют 11 видов кист почек. Да, 11 видов. И если мы откроем последнее издание Кэмпбелла 2020 года, то мы здесь увидим немножко другую классификацию. Она такая бинарная. Все кисты поделены на две группы. Это наследуемые заболевания и ненаследуемые. Ну и наша лекция сегодня, она построена по вот такому плану. Мы будем идти от простого к сложному. Сначала мы поговорим о простых кистах, об их признаках. О диагностике немножко коснемся. Потом мы поговорим об осложненных кистах. Да, осложненные кисты – это, по сути, как острый живот. Это такой рабочий диагноз, который требует оточнения. В третьей части мы поговорим о заболеваниях, с которыми следует проводить диагностику. И в заключительной части я расскажу о синдромах, которые сопровождаются образованием кист. В основном это наследственные синдромы, которые сопровождаются образованием кист почек. Итак, простые кисты. Эти кисты встречаются очень часто. Мы видим здесь вот две публикации со статистикой. Ну, по одним данным 50% после 60 лет имеют кисты. По другим данным, по другим авторам, 33% после 60 лет имеют кисты. Но нужно понимать, что статистика – это такая вещь в медицине достаточно странная. И цифры у разных авторов всегда иногда очень существенно различаются. Но я могу сказать по личным ощущениям, у тех пациентов, которые приходят к нам, а, как правило, это пациенты уже достаточно преклонного возраста, у большинства можно найти простые кисты почек. У большинства. Как правило, это кисты небольшого размера. И иногда мы их даже не указываем в протоколе, поскольку они не имеют никакого особого значения. Симптомы при простых кистах встречаются крайне редко. Это, во-первых, может быть дискомфорт, какие-то неприятные ощущения на стороне поражения. Очень редко может быть гематурия, связанная с разрывом кисты. Крайне редко. Я, по крайней мере, ни разу не встречал. Может быть повышение артериального давления. Так называемая почка Пейджа, названная в честь Ирвинга Пейджа. Это был физиолог, который проводил в 40-50-х годах опыты на животных и доказал, что почка, которую он оборачивал в целлофан, то есть которая сдавлена извне, она приводит к повышению артериального давления. Поэтому вот такая почка, которая приводит к повышению давления вследствие компрессии, это может быть или компрессия за счет гематомы, или компрессия за счет кисты, вот такая почка называется почкой Пейджа. И, опять же, в исключительно редких случаях может быть нарушение оттока мочи из почек из-за компрессии кистой мочеточника. Тоже никогда за 20 с лишним лет я такого не встречал, но в литературе это описано. У мужчин кисты встречаются в два раза чаще, чем у женщин, и они имеют тенденцию к росту, но этот рост очень медленный. Это 1,5-1,6 мм в год. Осложнения кист встречаются очень редко. Это разрыв кисты при травме, кровотечении и нагноение. Ультразвуковые признаки кисты классические четыре признака. Это, во-первых, анахогенное образование, округлой или овальной формы. Имеется дорсальное усиление, то есть повышенная эхогенность ткани, расположенных за кистой. И это четкий ровный край с неопределяемой капсулой. То есть капсула настолько тонка, что она на УЗИ не должна определяться. Есть еще пятый признак – это отсутствие кровотока. При доплеровском исследовании в некоторых изданиях на это указывают. Но мне кажется, что это не обязательно, потому что аневризма почечной артерии или артериевенозная мальформация встречается крайне редко. Я покажу один случай позже, но это крайне большая редкость, поэтому об этом можно даже не вспоминать. И описаны два симптома ультразвуковой картины – это биг-сайн и кло-сайн. Биг – это клюв, кло – это, соответственно, коготь. То есть как бы в когтях почки находится вот эта киста. Важное замечание. В некоторых случаях сложно понять, из какого органа исходит киста. Потому что если мы видим кисту между почкой, допустим, и печенью, не всегда понятно, откуда она происходит. Или между печенью и… Вернее, поджелудочной железой и почкой. И в таких случаях есть смысл попросить больного сделать вдох-выдох, потому что при вот таком дыхательном манёвре за счёт экскурсии почки мы можем увидеть, что либо киста двигается вместе с почкой, если она исходит из почки, либо эта киста остаётся на месте, а почка двигается отдельно. То есть вот в таких задруднительных случаях нужно об этом помнить и этим приёмом пользоваться. Ну и нужно сказать, что, конечно же, когда мы видим несколько кист, мы можем сказать, что это множественные кисты, но они при этом не перестают быть простыми. Да, это простые вот множественные кисты. Важное замечание, что в такой ситуации иногда требуется компьютерная томография, и я направляю пациентов, потому что, во-первых, мы за счёт больших размеров кисты не всегда можем полноценно посмотреть строение почки. Да, во-вторых, наличие нескольких кист, оно настолько меняет анатомию почки, что, так сказать, для исключения опухоли, есть смысл выполнить компьютерную томографию. С чем нужно проводить дифференциальный диагноз? Во-первых, это гидроколикоз или дивертикул чашечки. Это достаточно редкая аномалия развития, связанная, как считается, с пережатием шейки чашечки сосудом. По-другому это называется синдром Фороли, когда у нас есть локальное расширение чашечки, и мы можем отличить простую кисту от гидроколикоза, выполнив так называемую водную пробу, водную нагрузку. То есть мы просим пациента выпить достаточно большое количество жидкости, и можем просмотреть, что если это гидроколикоз, то диаметр этого образования может увеличиться. На самом деле в реальной жизни это практически никогда не требуется, потому что ни расширенная чашечка, ни таких же размеров небольшая киста почки, как правило, никакого внимания и никакого лечения не требует. Гидронефроз или расширение ЧЛС, чуть позже об этом еще поговорим, тоже существенный момент, потому что бывают совершенно катастрофические ошибки. Недавно у меня был пациент, вернее, мне рассказывали о случае, когда в одной из клиник в Москве была выполнена липроскопическая операция по истечению кисты, которая оказалась увеличенной лоханкой. Закончилось все, очевидно, нефрактомией. Поэтому в любом случае, если мы планируем какое-либо хирургическое вмешательство по поводу кисты, компьютерная томография и сконтрастирование является обязательным этапом. Внепочечная лоханка – нередкий вариант нормы, когда лоханка имеет достаточно большие размеры, это может быть и 2, и 3 сантиметра, при этом отток мочи из почки не нарушен, почка совершенно нормально функционирует. Аневризма или артериовенозная мальформация очень легко ее заподозрить по пульсации, и если мы включаем доплер, мы увидим, что это сосуд, а не киста. Абсцесс почки может выглядеть как киста почки, но нужно, естественно, собирать анамнез и обращать внимание на клинику, поскольку абсцесс сопровождается и повышением температуры, интоксикацией, изменением крови и так далее. И хинококковая киста, вот она здесь показана на изображении, она содержит несколько дочерних кист внутри одной большой кисты, и встречаются хинококковые кисты крайне редко, но нужно об этом помнить. Вы видите здесь, что только 4% от всех зараженных хинококом имеют вот такую хинококковую кисту в почке, при том, что кисты в печени встречаются у 75% этих пациентов, кисты в легких у 15% таких пациентов, поэтому нужно учитывать, во-первых, все-таки эндемию, из какого района пациент, или, может быть, он что-то съел из какого-то эндемичного района. В крови может быть и азинофилия, повышение количества. И единственным достоверным признаком того, что это киста хинококковая, является гидатидурия, то есть выделение, собственно говоря, вот этих возбудителя с мочой. Ну и если все-таки требуется лечение, то существует два способа лечения кист. Более щадящий – это пункция кисты с введением склерозантов. В качестве склерозанта используются самые различные вещества, в том числе вот этанол, уксусная кислота, глюкоза, фенол, фосфат, висмут, тетрациклин и такой специальный препарат, пантопак, который используется в рентгенологии, по сути дела это контраст, но в том числе он используется для склерозирования кист. И второй вариант – это лепароскопическое иссечение кист, или по-другому называется марсуперизация, ну или по-английски анруфинг. Повторюсь еще раз, что требуется оперативное лечение крайне редко. Еще раз повторю, на сайтах, как правило, описывается, что нужно оперировать, нужно это все удалять, что она грозит и тем, и этим. Но если мы откроем любое руководство по урологии для врачей, то мы везде прочитаем, что показания к иссечению или к пункции кисты, они очень узкие. Ну и подводя итоги по поводу простых кист, еще раз проговорим, что, во-первых, это самое частое объемное образование, которое встречается в почках. Появление кист – это естественный процесс, и оно связано с возрастом. То есть это естественный процесс старения, как седые волосы, как я больным объясняю. Эти кисты потихоньку будут расти, но скорость этого роста в среднем она от 1,5 мм в год, очень медленная. В подавляющем большинстве случаев никаких симптомов наличие кисты не вызывает. И осложнение, о котором мы говорили, оно встречается крайне редко. И самое главное – киста не перерождается в рак. Это то, что мы должны нашим пациентам очень четко объяснять, чтобы у них не было опасений по этому поводу. И если вы еще не подписались на мой канал, то самое время это сделать. Кроме того, вы можете поделиться этой лекцией со своими коллегами. Может быть, их тоже заинтересует тема нашего канала. А мы переходим к второму разделу. Поговорим об осложненных кистах. Что такое осложненные кисты? На самом деле все просто. Осложненная киста – это та киста, которую мы не можем считать простой. То есть, если киста по каким-то причинам не подходит под параметры простой кисты, мы ее называем осложненной. И, по сути, это такой рабочий диагноз, как, скажем, острый живот у скорой помощи. То есть, который может быть и аппендицитом, и панкреатитом, и холециститом. Может оказаться банальной кишечной коликой, которая бесследно проходит сама собой через полчаса. Вот так и здесь. Что является признаком осложненной кисты? Во-первых, это неоднородное содержимое. То, что нас должно сразу насторожить. Наличие перегородок. Наличие утолщения стенок. То есть, норма считается, толщина стенки меньше миллиметра. Если мы видим, что стенка толще, это уже позволяет нам отнести эту кисту к разряду осложненных. Наличие кальцинатов, как в стенках, так и в перегородках. Ну и, собственно говоря, наличие акустической тени после кисты. Вернее, вот этого содержимого. И, соответственно, мы должны сразу думать о трех вещах. Это нагноение кисты, кровоизлияние в кисту и опухоль. То есть, вот эта осложненная киста, она может оказаться одним из этих трех состояний. Ну и сразу давайте посмотрим, может, про опухоль мы говорим чуть позже подробно. Мы поговорим о первых двух состояниях. Во-первых, нагноение кисты. Какие признаки? Это неоднородное содержимое. Может быть, даже уровень в кисте. Каким образом попадает инфекция в кисту? Ну, как правило, это либо гематогенным путем, естественно, очень редко, либо это какая-то травма, связанная в том числе и с каким-то вмешательством, допустим, пункция кисты. Или там другое повреждение. Клиника при нагноении кисты соответствует клинике абсцесса. То есть, это температура, интоксикация, изменение в анализах крови, боли и так далее. Нагноение кисты требует оперативного лечения, то есть, пункции этой кисты и удаления содержимого, потому что антибиотики малоэффективны, они плохо проникают, практически не проникают, даже, можно сказать, в эту кисту. Поэтому любое нагноение кисты надо трактовать как абсцесс и лечить соответствующим образом. Тем более, что возможен разрыв и распространение этого процесса на окружающие ткани, что, конечно же, крайне нежелательно. Кровоизлияние в кисту возникает при больших размерах кист, чаще. Очень, скажем так, большей частью это пациенты с поликистозом и с почечной недостаточностью. И возникает это кровоизлияние, во-первых, по причине больших размеров почек, по причине нарушения свертываемости крови за счет уромии. Ну и, соответственно, мы видим на изображении здесь уровень. Происходит некоторая эволюция, скажем так, вот этой крови в кисте. То есть, вначале это анехогенное образование, затем при образовании сгустка уже появляется такое неоднородное образование. В итоге могут сформироваться и кальцинаты, и перегородки до утолщения стенок. И здесь нужно понимать, что как вот это кровотечение может скрыть наличие опухоли, так и, наоборот, может имитировать. Поэтому здесь важно, во-первых, наблюдение в динамике, во-вторых, в сомнительных случаях, если есть возможности, нет уромии, нужно выполнять компьютерную томографию с контрастированием. Ну и еще один вид кровоизлияния, это кровоизлияние у пациентов, которые длительно находятся на диализе, и связано кровоизлияние с наличием так называемой приобретенной кистозной болезни почек, но об этом поговорим чуть подробнее. Ну и какие еще могут быть причины кровоотечения? Это может быть распад опухоли, то есть почечный-клеточный рак, и разрыв ангиомиолипомы, редкое осложнение, опять же, ангиомиолипома должна быть достаточно больших размеров, то есть, как правило, 4 сантиметра и больше. Кальцинаты встречаются, вот здесь показано, как в перегородке, так и в кистах, при поликистозе в стенках кист. Примерно в 1-3% случаев в кистах есть вот эти кальцинаты. При поликистозе у половины пациентов можно обнаружить вот эти кальцинаты. Сами по себе они ни о чем не говорят, о склонности к малигнизации также наличие кальцинатов не говорит. Нужно это знать. И, собственно говоря, дальше мы переходим к классификации кист по босняк. Это очень удачная, как выяснилось, классификация, которая была предложена Мортоном-босняком в 1986 году. сам Мортон-босняк он является выходцем из Балкан. Босняк означает всего лишь, что он житель Боснии. Недавно относительно умер 4 года назад. Но вот эта классификация она была предложена в 1986 году, потом собственно говоря она была немножко пересмотрена в 1996 и в 2004 году. В 2004 году было показано, что можно ее использовать и при МРТ почек. А в 1997 году была введена вот эта категория 2F. По сути, эта классификация основана на компьютерной томографии с контрастированием и главным критерием собственно говоря отнести образование к безопасной кисти или к опухоли является способность к накоплению контраста. И соответственно мы видим, что кисты по босняк 1, 2, которые не накапливают контраст, мы можем проигнорировать. То есть вероятность малигнизации равна нулю. И это кисты, которые по большому счету даже не требуют наблюдения. 2F. Вероятность малигнизации, как мы видим, 5%. F означает follow-up, то есть наблюдение, то есть кисты, которые нужно раз в год осматривать при УЗИ. И категории 3 и 4 это кисты, то есть не кисты, по сути, делают уже кистозное образование, которое требует хирургического лечения, поскольку велика вероятность малигнизации, скажем так, вероятность того, что это рак. И сразу давайте посмотрим на грабли, на которые регулярно наступают наши с вами коллеги, и от которых, собственно говоря, от этих граблей нам приходится уворачиваться. Это так называемый эффект псевдоусиления. Я неоднократно сталкивался, когда врачи КТ описывают накопление контраста, но на самом деле это накопление совершенно минимально. В чем суть? Эффект псевдоусиления проявляется при кистах небольших размеров. Мы видим здесь, что на нативных снимках плотность кисты составляет 5,5 единиц по Хаусфельду. В кортикомедулярной фазе уже мы видим 19 единиц по Хаусфельду и в нефрографической фазе это 16. Это артефакт изображения. Связан он с целым рядом параметров, в том числе это алгоритм обработки изображения, в том числе это то, что называется суммация плотностных характеристик, но до 20 единиц Хаусфельда при компьютерной томографии, при маленьких образованиях это норма. То есть на это не нужно обращать внимание, это не является признаком опухоли. Нам об этом с вами нужно знать. И вот еще важный момент, что существуют так называемые гиперденсные или плотные кисты, то есть это кисты, которые при нативном исследовании имеют плотность более 70 единиц по Хаусфельду. Эти кисты, которые содержат протеин, их также относят к второй категории, то есть категории кист, которые не требуют ни наблюдения, ни лечения. Ну и собственно давайте мы рассмотрим какие критерии для отнесения кист к той или иной категории. Босняк 1 это самый простой вариант, это киста с тонкими стенками менее 1 мм, без перегородок, без кальцинатов, без утолщений, с анахогенным содержимым и при компьютерной томографии не накапливает контраст, не требует наблюдения, вероятность рака 0. босняк 2 также собственно говоря отличается от босняк 1 только наличием перегородки, как вот здесь показано, допустимые единичные кальцинаты, к этой же категории относятся гиперденсные кисты до 3 см. Босняк 3 сюда относятся гиперденсные опять же повторюсь кисты, которые расположены полностью интерринально, кисты с незначительным утолщением стенки или перегородки с кальцинатами. Опять же босняк 2 не накапливает контраст при компьютерной томографии, но это кисты, которые все-таки требуют наблюдения, вероятность малигнизации такого образования 5%. Босняк 3 мы видим здесь значительное утолщение стенки с неровным контуром, с перегородками, накапливает контраст при компьютерной томографии, могут быть единичные кальцинаты, в том числе к босняк 3 относятся кисты с признаком нагноения или кровоизлияния, и рак может быть от 25% до 100% таких образований, и в таком случае показана резекция почки. И босняк 4 это однозначно злокачественная опухоль, не вызывающая никаких сомнений, имеет, так сказать, все признаки опухоли, накапливает контраст. Ну и раз уж мы говорим о бочечно-клеточном раке, нужно сказать, что примерно в 10% случаев опухоли почки мы видим кистозные изменения, как правило, это некроз в центре опухоли, за счет нарушения питания, с такими неровными контурами, с таким однородным содержимым, но иногда это и первичная кистозная форма рака, которая не связана с некрозом, просто такое строение опухоли. И суммируя все, так сказать, вышесказанное, давайте еще раз проговорим, что, во-первых, классификация босняк, она позволяет выявить те образования, которые мы можем проигнорировать. И, собственно говоря, это главная цель этой классификации. Накопление контраста это главный признак злокачественной опухоли. Как правило, кистозная форма рака это опухоли с центральным некрозом, хотя бывают и первичные кистозные формы почечноклеточного рака. Первичные кистозные формы неотличимы от доброкачественной опухоли, так называемой кистозной нефромы. В любом случае требуется операция. Кальцинаты не связаны с наличием рака, почки. И последнее, почечноклеточный рак крайне редко имеет вид простой кисты. Но, как правило, это кисты таких громадных размеров с клиническими проявлениями, то есть симптоматикой. С какими заболеваниями мы должны проводить дифференциальный диагноз? Во-первых, это почечная пирамида, то есть гипохогенное образование, которое может быть не кистой, а всего лишь таким участком ткани почки, папиллярный некроз, дивертик у чашечки, о котором мы уже говорили, парапельвикальные кисты, гематома, аневризма почечной артерии, или артериевенозная мальформация, абсцесс почки и кистозная нефрома, доброкачественная опухоль. Ну и первое это почечная или мальпигиевая пирамида, это участок паренхима между почечными сосочками, он может иметь такую вот пониженную эхогенность и может имитировать кисту, но, как правило, имеет такую треугольную форму. Гидрокаликоз, о чем мы уже говорили, это, или синдром Фроли, это локальное расширение чашечки, здесь показано очень интересное достаточно редкое наблюдение, когда мы видим в такой расширенной чашечке гиперэхогенное какое-то образование, это может быть камень из-за нарушенного оттока мочи, либо это может быть так называемый мелков кальциум, это карбонат кальция, то есть такая вот взвесь, эхогенная взвесь в этой чашечке не требует абсолютно никакого внимания, но может вот так вот выглядеть, как здесь показано, встречается очень редко. Парапельвикальные кисты, это в общем достаточно такая тревожная ситуация для уролога, потому что эти кисты могут очень хорошо имитировать расширение чашечного ханочной системы, и мы вот здесь видим, что на изображении справа при компьютерной томографии как контраст обтекает вот эти жидкостные структуры, и соответственно при такой достаточно тревожной картине паузина на самом деле функция почки может быть не нарушена и ток мочи не нарушена. Ну и по поводу собственно терминологии считается, что парапельвикальные кисты это кисты из почечной паренхима, а перепельвикальные кисты это уже кисты из лимфатических сосудов, где-то написано, что это все одно и то же, но вот я решил обратиться к последнему изданию Кэмпбелла 2020 года и вот я даже готов зачитать здесь написано следующее, что парапельвикальные кисты, кисты почечного синуса, перепельвикальные кисты, пельвикальные кисты, парапельвикальные лимфатические кисты, кисты ворот, кисты почечных ворот и парапельвикальная лимфангиоэктазия это все по сути дела термины, которые описывают вот эти жидкостные образования в воротах почки, невозможно их отличить одно от другого по ультразвуковой картине, то есть это только гистологически можно их различить между собой и собственно говоря в Кэмпбелле предлагается использовать термины парапельвикальные кисты или перепельвикальные кисты как синонимы для описания почечных кист, которые исходят из паренхимы, а термин кисты почечного синуса использовать для кист, которые имеют другое происхождение, но чаще всего это лимфатические сосуды. Опять же повторюсь, отличить по УЗИ одно от другого невозможно. И вот как здесь пишут, по данным по данным аутопсии от 15 до 20% имеют вот такие непочечного происхождения кисты в воротах почки. Поэтому давайте их называть парапельвикальными кистами вне зависимости от происхождения. И вот на этом слайде очень хорошо показана ситуация, когда мы практически не можем по УЗИ отличить нарушение уродинамики от парапельвикальных кист. И часто пациенты приходят, приносят два заключения. В одном написано парапельвикальный кист, а в другом написано расширение ЧЛС. Они спрашивают, почему разные заключения дали врачи, хотя делали примерно в одно и то же время. Ну и приходится им объяснять, что это не так легко определить. И самое правильное, наверное, в этой ситуации все-таки, если вы не можете понять точно это расширение или это парапельвикальный кист, то написать, что в воротах почки определяются жидкостные образования, может быть, таким-то диаметром. И дальше написать в скобочках расширение ЧЛС под вопросом, парапельвикальные кисты под вопросом. Потому что есть другие методы, кроме УЗИ, которые позволяют отличить одно от другого. Самый лучший метод, это, конечно же, компьютерная томография. Если нет возможности ее выполнить, допустим, по причине хронической почечной недостаточности, когда мы не можем вводить контрастное вещество, то запасным вариантом является динамическая нефросинтеграфия, то есть изотопное исследование почек, которое прекрасно нам показывает и функцию почек, и, соответственно, если это парапельвикальная киста, то мы видим, что функция почек не нарушена. Да, если мы гидронефроз выявляем, то мы увидим обструктивную кривую на вот этой вот синтеграфии. Ну, как дополнительный метод. Некротический попелит редкое тяжелое осложнение такой деструкции, по сути дела, почечного сосочка. Юрий Антонович Пытель в свое время написал докторскую диссертацию, посвященную вот этому такому осложнению редкому. Юрий Антонович Пытель, я думаю, вы помните, это человек, который на протяжении 25 лет возглавлял всесоюзное тогда еще общество урологов. Человек, который внес неоценимый вклад в развитие отечественной урологии, и давайте его в связи с некротическим попелитом вспомним. Гематома. Гематома почки, она, вот как показано здесь, может выглядеть уже как эхогенное образование. Если это состоявшееся только что кровотечение, это будет анахогенное, то есть ее можно перепутать с кистой. И вот как здесь показано, подкапсульная гематома, которая сдавливает паренхему почки, и в такой ситуации может развиться артериальная гипертенеза, связанная как раз с давлением паренхема, так называемая почка ПЭДЖ, о которой мы уже говорили. И абсцесс почки очень похож на кисту. Еще раз повторюсь, отличить абсцесс почки от нагноения кисты практически невозможно. И там, и там мы будем видеть воспалительные изменения в крови, анамнез, соответствующие интоксикацию, температуру и так далее, боли на стороне поражения. И в любом случае и нагноение кисты, и абсцесс почки требует дренирования, потому что антибиотики в абсцесс или в кисту проникают крайне плохо. Ну и в конце покажу даже ближе к концу кистозный нефром. Это доброкачественное образование. По УЗИ выглядит оно как кистозная форма опухоли. В любом случае по ультразвуку отличить кистозную нефрому от почечного клеточного рака невозможно. Поэтому это такой гистологический диагноз. В любом случае такое образование нужно удалять. Аневризма почечной артерии один из немногих снимков и даже пожалуй в этой лекции единственное изображение которое сделано мной. У меня вот этой зимой был пациент который принес такие очень сбивчивые я бы сказал описания ультразвуковой картины из разных мест сказал что никто ничего не понимает. Я честно говоря так удивился потому что никогда ничего подобного не видел что я вот сделал картинки сфотографировал изображение на телефон уже в режиме Доплера. Видите как красиво выглядит вот это образование и не сделал к сожалению картинок в обычном режиме потому что это образование выглядит как обычная киста если бы не доплеровское исследование можно было бы описать ее просто как кисту а на левом снимке вы видите немножко другая проекция видно как верхнему полюсу почки подходит достаточно такой хороший такой широкий дополнительный сосуд почечная артерия так что такая картина встречается крайне редко я могу сказать что за 20 лет сколько я делаю УЗИ я вот увидел впервые ну еще раз повторим основные моменты во-первых почечная пирамида это гипоэхогенное образование треугольной формы расположенной на границе кортиково-медулярного вещества папиллярный некроз или некротический папилит который встречается крайне редко при таком уже деструктивном пилонефрите как правило на фоне сахарного диабета у поживых людей с какими-то проблемами с иммунитетом это вот такая полость в проекции пирамидки в которой есть вот такое эхогенное образование в центре то есть сосочек почечный который уже не имеет связи с почкой парапельвикальные кисты и расширение ЧЛС которые часто сложены между собой дифференцировать и требуется дополнительное исследование гематома естественно должен быть соответствующий анамнез может гематома скрывать опухоль и может быть следствием разрыва опухоля мы таких пациентов встречали которых возникает спонтанный разрыв опухоли с образованием гематомы аневризма почечной артерии как вы видели только что она видна при ЦДК встречается крайне редко абсцесс почки опять же соответствующий анамнез признаки воспаления эхинокок крайне редко встречается даже в эндемичных районах только 4% пациентов с эхинококозом имеют кисты именно в почках ну и последнее кистозная нефрома нужно помнить что есть такая доброкачественная опухоль и собственно говоря пациентам тоже говорить что необязательно вот такая картина пугающая это необязательно рак есть шанс на то что это доброкачественное образование но по УЗИ отличить одно от другого невозможно ну и собственно говоря дальше мы переходим к последнему разделу мы поговорим о кистах почек в составе синдромов да то есть когда киста почки является одним из проявлений какого-то заболевания вот и поговорим аж 6 нозологий это во-первых приобретенная кистозная болезнь почек мультикистозная почка поликистоз почек синдром фонгиперлиндау туберозный склероз и медулярная губчатая почка и первая нозология о которой мы поговорим это так называемая приобретенная кистозная болезнь почек acquired cystic kidney disease это заболевание которое развивается у пациентов которое длительное время находится на перитениальном диализе или на гемодиализе да мы видим что по статистике через 5 лет у половины пациентов выявляют кисты а через 10 лет у 90% да через 10 лет от начала от проведения гемодиализа чаще такие кисты выявляются у мужчин в большинстве случаев протекают бессимптомно но возможны болевые ощущения и кровотечение связан с разрывом кист в 7% в 7% случаев при наличии приобретенной кистозной болезни почек то есть у пациентов на диализе в 7% случаев выявляется почечный клеточный рак то есть это в 40 раз чаще чем в популяции у обычных здоровых людей почка при этом как правило уменьшена в размерах за счет атрофии но это очевидно любопытно что после трансплантации почки кисты в собственных почках они могут регрессировать уменьшаться в размерах существует риск кровотечение связанный в том числе и с нарушением свертываемости крови и самое главное что мы должны уяснить по поводу приобретенной кистозной болезни почек у больных на диализе это то что начиная с 3 года проведения диализа рекомендован скрининг ультразоковой скрининг по поводу возможного рака почки начиная с 3 года проведения диализа мультикистозная почка это одностороннее поражение в редких случаях это может быть одна половина удвоенной почки не является наследственным заболеванием причина развития мультикистозной почки это атрезия мочеточника то есть это почка которая не работает там нет паренхимы и паренхимы то есть собственно почки она полностью замещена кистами то есть паренхимы там нет выработки мочи тоже нет двустороннее поражение несовместимо с жизнью но даже не по причине того что есть почечная достаточно очевидно а по причине гипоплазии легких то есть такие новорожденные они не жизнеспособны мультикистозная почка с возрастом может атрофироваться это интересное свойство то есть не определяться вообще на этом месте ничего и у меня такие пациенты были которым когда-то находили множественные кисты а я выполнял УЗИ и почки нет то есть по сути это единственная почка контрлатеральная у пациента вот такая интересная черта есть у мультикистозной почки иногда доктора предлагают удалить такую почку мультикистозную намекая на то что возможно развитие рака почки возможно повышение артериального давления но доказать вот эту связь с почечноклеточным раком артериальной гипертензией пока что не удалось никому и нужно сказать что примерно в 40% случаев здоровая в кавычках контрлатеральная почка также имеет какие-то аномалии развития то есть это может быть пузырно-мочеточниковый рефлюкс гидронефроз и так далее поликистоз почек достаточно нередкая патология с которой нам приходится встречаться различают два вида это аутосомно-доминантный тип или раньше назывался поликистоз взрослых и аутосомно-рецессивный который раньше называли детским но мы поговорим с вами о первом аутосомно-доминантном типе потому что он встречается в сто раз чаще чем аутосомно-рецессивный тип чтобы легко было запомнить аутосомно-доминантный он доминирует в сто раз чаще встречается а вот этот так называемый детский тип аутосомно-рецессивный он вообще относится к орфанным заболеваниям есть отдельные категории заболеваний которые встречаются крайне редко заболевания сирота который особо никто к сожалению и не лечит вот как правило при поликистозе мы наблюдаем двустороннее поражение до проявления могут начинаться вот появление кист там на третьем четвертом десятке в девяносто четырех процентах случаев наличие кист в почках то есть поликистоза почек сопровождается наличием кист в печени да и осложнение которое возможно это артериальная гипертензия инфекция то есть нагноение кист кровоизлияние в кисты ну и на финальной стадии это уремия да причем интересно что у этих пациентов уремия она возникает очень поздно да то есть это может быть в 55 в 60 лет только появляются признаки уремии да когда почки достигают совершенно гигантских размеров и связано это уремия как раз с тем что все меньше и меньше и меньше остается нормальный перенхим и почек да и все больше объем заполнен вот этими кистами да ну и собственно говоря рост этот медленный примерно если мы говорим об объеме то это 5% в год да рост кист и к 60 годам по статистике ну примерно половина пациентов нуждаются да в диализе да либо гемодиализ либо это перитониальный диализ ну и собственно говоря давайте посмотрим на изображение они очень характерны вот мы видим что практически все забрюшинное пространство у пациента да заполнено вот такими небольших размеров кистами да и на вот такой реконструкции мы видим что эти кисты они практически занимают все забрюшинное пространство от диафрагмы до малого таза и мы видим также кисты множественные кисты в печени да вот и ниже расположен такой более ранний вариант да когда почки почти нормальных размеров да невзирая на наличие кист да и соответственно на УЗИ мы также видим что это в общем-то почка размера который мы еще можем померить а не 30 сантиметров как иногда бывает вот очень характерная картина и очень часто есть соответствующие заболевания у родителей да у родственников то есть это наследственное заболевание синдром фон гиппель линдау это также наследственное заболевание аутосомно доминантное для которого характерно наличие опухолей самой разной локализации и разной степени злокачественности да это может быть гемангиобластома сетчатки это могут быть кисты и опухоли поджелудочной железы фиах ромоцитомы вот но соответственно то что мы видим как урологи да это наличие кист мы видим что в 76% у 3 из 4 пациентов есть кисты почек да и почти в половине случаев наблюдается развитие злокачественных опухолей почек почечно-клеточного рака причем как правило это образование множественное двустороннее то есть и в правой и в левой почке и нередко такие пациенты оперируются неоднократно да и очень важно динамическое наблюдение в этой ситуации для того чтобы вовремя выявлять вот эти образования и соответственно мы можем выполнять органосохраняющую операцию да резекцию почки и таким образом сохранять этим пациентам жизнь да и так сказать нормальное в общем-то качество жизни туберозный склероз тоже достаточно редкое заболевание аутосомно-доминантное у меня есть пациент который наблюдается у меня не первый год по поводу образований в яичках вот у него в почках нет но вот яичках у него прям такие вот они как ангиомиолипомы выглядят вот эти образования но за вот годы да они практически не меняются но тем не менее он регулярно у меня появляется поражение почек встречается ну примерно у половины 57% случаев причем в подавляющем большинстве случаев это ангиомиолипомы как показано на этом изображении в 45% случаев возможны кисты да и только у 4% этих пациентов почечные клеточные рак да ну примерно в 20% чаще чем у обычных людей скажем так здоровых то есть тоже требуется динамическое наблюдение да регулярный скрининг вот если ангиомиолипомы достигает размеров более 4 сантиметров то это является показанием кооперации другие признаки туберозного склероза это снижение интеллекта да эпилептические припадки а также наличие вот аденом сальных желез на лице вот как показано на этой фотографии и как правило поражаются обе почки то есть двустороннее поражение ну и медулярная губчатая почка последняя нозология о которой мы поговорим имеет имеет очень характерный вид на УЗИ да называют это еще вот синдром там колеса-телеги или гиперхогенных пирамидок да на самом деле это вот такая вот гиперхогенная структура да в почке они связаны с отложением солей кальция да и вообще вот эта медулярная губчатая почка связана с это наследственное заболевание не сказал связана с множественным расширением собирательных трубочек которые могут иметь расширение до 8 миллиметров в них определяются такие депозиты да кармана атакальция то что называется медулярный нефросклероз да и вот мы видим на обзорном рентгеновском снимке такие вот множественные пораженные собственно вот нефрокальцинос вот в почках на рентгене как это выглядит вот выделяют четыре признака ультразвуковых губчатые почки это гиперхогенные пирамидки как показано отсутствие кортикомедулярной дифференцировки уменьшение размеров почки ну и соответственно в будущем уремия да и соответственно появление мелких кист в такой вот почке поэтому никакого здесь лечения мы предложить не можем хирургического да поэтому только наблюдение для того чтобы уменьшить скорость увеличения вот этих кальцинатов да питьевой режим вот ну и еще раз повторим да как подытожим все что мы сказали о синдромах во первых мультикистозная почка да это как правило одностороннее поражение связано с отрезием и щиточника почка не содержит нормальной перенхимы не функционирует двустороннее поражение несовместимо с жизнью да поэтому если мы видим мультикистозную почку с одной стороны обязательно мы видим почти здоровую почку с другой поликистоз почек почки значительно увеличены за счет множественных кист да иногда эти почки занимают все пространство забрюшины от диафрагмы до малого таза это двустороннее поражение и возможное осложнение это нагноение кист кровотечения и развитие уремии синдром фон гиппелиндау да заболевание которое требует наблюдения так как высок риск почечноклеточного рака да и туберозный склероз тоже это доминантное заболевание которое проявляется наличие множественных кист и ангелмельпом и также требует наблюдения в связи с высоким риском появления почечноклеточного рака и в завершении я хотел бы пожелать в эти тяжелые для нашей страны и для всего мира дни да даже уже недели когда мы боремся с коронавирусом по всей планете много к сожалению смертей много смертей и погибших среди наших и коллег и знакомых вот но мне кажется что эти тяжелые времена они потихонечку уже уходят и осталось только вот чуть-чуть чуть-чуть еще потерпеть вот буквально вот столько вот столько и мы уже скоро вернемся к нормальной мирной жизни снова будем путешествовать снова будем ходить надеюсь да без масок без перчаток и все у нас наладится вот а пока пока запасемся терпением и пожелаем друг другу удачи здоровья и успехов в лечении наших с вами пациентов удачи удачи